Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую из солнечного Египта. Приехали в Египет на четыре дня. Приехала я в составе группы, скажем так. Будем смотреть несколько разных отелей. В частности, живем мы в отеле Rixos, гольф, вилла, что-то там. Вот как-то так. Но посмотрим все отели Rixos и не только отеля Rixos. Какие-то мероприятия, наш отдых, наши впечатления. Четыре дня в таком небольшом групповом составе. Очень интересная поездка. Первый раз такой опыт у меня. Ну, а вы поедете вместе с нами. И как сюда летели, смотрите в предыдущем видео. А это видео будет посвящено заселению в отель Rixos, гольф, виллы, вот что-то там. Обзор нашего номера, недостаткам, которые в этом отеле уже сразу бросаются в глаза. О том, как нас встретил туроператор, даже летим мы группой от Коралла. В общем, все-все-все-все. Первое впечатление. Пляж, море и все в таком формате будет в этом видео. Поехали. Здравствуйте. Ах, нас встречают. Класс. Стойте, спасибо. А, можно выходить, да? Заходим. Ай, какая прелесть. Ой, я прям вперед седу. Так вот приятно едить. Вообще, красота. До отеля нам ехать 10 минут. Короткая вам информация. Скажу вам, что эта площадь называется Салям. У нас был большой конференции здесь раньше, поэтому они назвали самую главную площадь и самая главная дорога. Ассалям. У нас на левом вот это остров Тиран. Наша граница между Назиасовской Аравией. Вот он наш отельчик. Сейчас к нему будем заезжать. В этом отеле мы будем жить. Здравствуйте. Заходим. Здравствуйте. Здравствуйте. Клубника глава. О, клубника. Супер. Клубника глава. Класс. Поехали на машинке. Так, первые две цифры это как раз у корпуса. Ну, вон 16 с правой стороны. Мой номер 1910. Вот такой вот номер. Огромнейший. Большой-большой-большой номер. С огромной кроватью. Мини-бар. Это все включено в стоимость. Водичка. Фанта. Кола. Гуава напиток. Чипсики. Еще водичка. Чай, кофе. В общем, огромнейший номер. Но балкону, конечно, здесь такого в понимании балконов нет. Здесь выходишь сразу и вот дверь. Так, а с этой стороны у нас получается... Ой, здесь огромнейшая гардеробная. Помните, ты так поняла? Так, как ты открываешься-то? Наверное, не знаю. В общем, шкаф. Правда, как-то вешалок не так много. Но об одном у нас там достаточно. Всякие тряпочки. Чистилки для обуви. И странно, на что я вижу, есть утюг, халаты, гладильная доска и запасная подушка. Кстати, я сейфа что-то я нигде не вижу. Интересно, где сейф? Хороший вопрос. Интересно, а открывается или нет? Наверное, нет. Вот. Зеркало в полный рост и вот такая вот большая ванная комната. Две раковины. Есть принадлежности различные. Мыло. А, зубной набор, кстати, есть? А, ну вот, наверное. Да. Разводная паста, зубной набор. Вот такой вот. Все есть. А вот. Видео унитаз, полотенчики и получается здесь у нас лосьон для тела, там у нас лежит мыло и здесь у нас шампунь, кондиционер и шампунь. В общем, вот так вот. Так вот огромнейший, огромнейший номер. И фен. Вот такой вот. Так, а сейф-то все-таки в итоге где? Кто мне скажет, где сейф? Кто ответит на вопрос, где здесь сейф, где здесь сейф? Это что-нибудь открывается? Нет? Ничего не открывается, да? Так я не поняла, где сейф-то? Ладно, будем искать комплимент в номер. Красота. В общем, я не знаю, я обошла все, заглянула везде, но я не могу найти сейф и я не могу найти тапочки. Вот. Удивительно, но факт. Вроде все уже, я везде заглянула. Но это, наверное, нет. Все-таки это вот это открывается, то нет. Где сейф, где тапочки? Халат есть, а тапочек нет. В общем, как-то и сейфа нет. Как-то не без тапочек-то. Я рассчитывала на тапочки. В общем, не знаю, не могу найти. мы пришли позавтракать. Так, сухие завтраки. Колбасно-сырные нарезочки. Так, тоже самая колбасно-сырная нарезка. Какие-то пончики. Что у нас здесь еще есть? Всякие закуски. Мед в соток. Порционные вареньки, не порционная варенька. Овощи. Всякие намазки. Да. Вот здесь я вижу фрукты лежат. Сказалось по фруктам. Как-то вот так вот. Я бы считала слабоватенько по фруктам. Вот лично мое мнение. Если сравнивать с ожиданием реальность, то как-то по фруктам я ожидала больше. Значит, смотрим, что у нас есть из горячего. Так, что нам здесь делают? Здесь, видимо, какой-то бутерброд делают. Горячие. Здесь у нас банкейки. Здесь у нас вафли. Можно взять рисовый пудинг. Ну и удилисовая каша, египетская пшеничная каша, овсянка, манная крупа, томатный суп, чечевичный суп, выпечка. Да, наверное, что-то еще. Детский стол, я поняла там. А я хочу какую-нибудь яшенку. Я вижу морепродукты сразу. Сифот. Опять. булочки. Сифот. Так, вареные яйца, томаты. это сифот. И болтунь. Что-то я не вижу. В общем, сифот-то. Это потрясающе. Обман. Я не поняла. Так. Халафель, картофель фри, овощи. А здесь, скорее всего, делают яшенку. Да, здесь делают яшенку. Чин-чин. Да, практически с отбузского. Вот, вот так вот у нас завтрак. Мы пока первые, кто добрался до завтрака. Ну, в общем, если вы едите вместе с нами, то при этом вам. Заказали свежевыжатый апельсиновый сок. Попробовали. Не знаю, мы, конечно, там и есть что-то свежевыжатого, но по вкусу это химозный, пакетированный сок. В общем, как бы так. Много впечатления? Много впечатления. У меня нечего есть. Как тебе завтрак? Мяса нет, абсолютно никакого. Только сосиски, колбаски. Я это не ем. Колофабрикаты не мое. Дайте мне кусок. Говядины, индейки, курицы. В любом виде, хоть какого. Хоть жареный, хоть вареный. Zero. Рыбы. Никакой. Даже соленый из упаковки какой-нибудь. Zero. Что еще? А, мороженое. Ладно, да. Последняя моя надежда была. Думаю, ну, мясо не поел, согрешу. Пойду мороженку. Нервен Пик. Ice Cream Station. Саш, покажи. Красиво, да? Очень красиво. И вот я подхожу к этой витрине, а она от меня так далеко и не видно вот эти лоточки. Заглядываю внутрь, а так, чистота. В каждом лоточке Zero мороженого. Ну, буду худее, да, поелась. В обед, можно было. Омлетико. Спасибо. Игристое. Будем пить. Да, ну, ничего не остается, будем напиваться. Да. Девочки, давайте. А твое какое впечатление? Короче, кушать не о чем. В Риксисе. Да. Мы не зажрали, здесь реально как бы вот, ну, вот, ну, очень, пожалуйста, да. картошка и трава. Первое впечатление. Отель немножечко успевает по сервису всем остальным сеткам Риксиса, как по мне. Поэтому, если вы хотите просто сократить бюджет, вам нужно приезжать в Риксис Гольф и перемещаться по отелям. А если вы просто хотите весь тебе время наслаждаться, надо заранее выбирать значительный отель с хорошими комментариями и отелем. Так, мы идем на шаттл, который нас отвезет на пляж. Посмотрим, каково это. Потому что данный отель находится на первой верговоре, на пляж здесь возят на таких вот больфкарах. Сейчас с вами доедем. Это вот эта машинка приехала нас отвезти на море. Но, по-моему, здесь гораздо больше людей, чем поместиться в эту машинку. Здесь значит, они в обиде называется. Ну что, доехали. Да, идем на наш гляр. Красиво, красиво. Пускать не могу. Красота. Получается, вот такая вот песенка. Спускаемся вниз. Здесь, наверное, да, здесь массаж делают, вип-спа с видом на море. Сейчас, пока ехали в Шатли, я разговаривала с рядом с сидящими туристами, которые сегодня приехали. Они приехали из Казахстана. Их получается пять взрослых и один ребенок. они на восемь ночей заплатили 3800 долларов. 3800 долларов. Отлично. Спасибо. Вот. Но я считаю, что прям вот это прям ну задаром. Я бы так сказала. На пять взрослых, один ребенок 3800. Ну это прям как-то не знаю. Честно скажу, из России я не смотрела стоимость на этот отель. Поэтому, честно сказать, об этом не могу. Но вот из Казахстана прям мне кажется, очень вкусная цена. Ну вот, идем по пляжу. Сейчас пытаемся спуститься вниз. У нас есть немного времени до общей встречи. Ну вот, чтобы окунуться, насладиться морем и дальше побежать. Вот здесь получается на самый нижний этаж здесь песочек, такие вот лежачки, рыжие полотенца. Называется сразу блогеры, блогеры подоехали. Да, подоехали. Эн Санта. Привет, привет. Подписывайтесь для рыжика-блондинка. Новый канал «Рыжик-блондинка» тут звонит с рыжим отцемом. Так, а все, дает конец, да, получается? Это конец, да, и пошли мы проведаем морскую пучину. Ваши прогнозы пучины морской не знаю, не знаю, не знаю. Давайте вы будете первыми. Давайте. Вы как раз скажете, насколько вода хороша. Давайте. поделим впечатление. да, 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 да. Нормально. Нормально? Можно? Все, я иду. Давайте в бассейне. Кстати, в бассейне вода очень холодная. А, слушай, хорошая вода. Сюрприз. А что там в дом? Здесь очень скользко, прямо очень скользко. Это такой вот детский небольшой лягушатинчик. а если поплавать, то только с пирсом. Мы идем на пирс. Теперь идем на пирс. Как настроение? Бригада ух! Опять-таки повторю, сегодня вообще такое больше будет влоговое такое вот наше настроение, наше состояние, наше впечатление от того, где мы будем. Но видео чисто про каждый отель будет отдельно выходить, тогда мы будем выходить с инспекцией. посмотрите. Здравствуйте! Кораллы, кораллы. Ой, я там рыбу вижу. Ёшкин кот. Вон там вот плавает где-то, где-то. Вот она. Ё-моё, я что не зайду? Мы это сделали. Мы оконулись. Конечно, я не пошла с телефоном плавать, потому что все-таки страшновато. Вон рыбка плавает. Не знаю, видно, камера не будет не видно. Вот там плавают пары рыбки. Ну, очень красиво. Когда ты плаваешь в воде, она такого интересного оттенка, небесного в воду голубого. В общем, я смогла. Я зашла. Я поплавала с рыбками. Ура! Называется «Мы все можем сами», но молодой человек вызвался помочь. Можно теперь помочь. Это называется Риксус. Все, я ухожу с пляжа, потому что время сейчас 12.30. У нас в 14.30 сбор на ресепшене. До этого момента надо бы пообедать. А до этого момента надо бы привести себя в порядок. Хотя бы помыться в душ сходить. Я вам этого не говорила, что... Ну, просто когда мы заселились, единственное, что я успела это быстро скинуть вверх. А в чем летела? Одеть купальники, пойти позавтракать и быстрее на пляж. Ну, мало времени. Поэтому сейчас, конечно, хочется пораньше дойти. Хотя бы было полчаса хоть на какие-то сборы, немножко привести себя в порядок и уже пойти... Потому что у нас есть определенный дресс-код, который мы должны соблюдать на определенной встрече. Вот. пойду сейчас соберусь и пойдем с вами на мид. По поводу пляжа. В целом неплохо. Ну, вот. Можно, конечно, найти лежаки, но лучше приходить заранее. пораньше, чтобы выходить в нормальные места себе занять. Бар здесь есть. В баре можно взять, ну, различные напитки, коктейль делают. Я себе взяла попробовать коктейль мохито, но не могу я вам сказать честно, что делать было прям хорошо. Ну, так, выпить можно, но, знаете, такой домашний стайл смешать один напиток, смешать другой, немножко ложечек поболтать, сделать суток слепать лед и отдать. В целом неплохо, но а так море, море. Море здесь, конечно, шикарное, но море, оно везде море. Оно одинаковое. В общем, идем на шаттл, сейчас будем его ждать и едем обратно внутрь. Поржать. Я еще, ну, то есть я иду вот по переходу пытаюсь найти, где останавливается Шаттл Риксис. Оказывается, я еще лишние прошла километры, метры, потому что вышла вообще к другому отелю. Думаю, подождите, стоп, это другие браслеты. Думаю, что-то я куда-то не туда попала. Я говорю, простите, шаттл Риксис. Кем-нибудь, знаю, что это такое. Я говорю, так, стоп. Назад. Что-то куда-то я, по-моему, все-таки мне сюда вниз. Я пошла по лестнице наверх. В общем, вот если оттуда выходить, я пошла наверх дальше по лестнице. А наверх по лестнице не надо, нужно идти по асфальту, так поняла, вот сюда вот по прямой. пляж на второй линии, это, конечно, не самая удобная вещь. Так. Вот сюда, походу, дело мне, скорее всего. Пытаюсь, наверное, найти, где шаттл Риксис. Так. А Риксис шаттл? Да, вот здесь, здесь ты глядишь. Здесь, да? Да. Отлично. Хорошо. Отлично. Едем обратно на шаттле. Прямально. Даже если ты говорил, в египетике. Водитель взял ребенка, одного из тестов. Типа, поехали, поехали. Ребенок об каком водителе. Не знаю, а нечем брать детей, когда ты сидишь и будешь. Ну, как бы, вот, будет валить куруком, а? Так. Собралась. В поспехах, скажем так, как смогла. Бежим сейчас на обед. Есть примерно, ну, полчасика, чтобы заснять и пообедать. Также я обнаружила, что по факту оказалось, что вместо набора бритвенного и набора для зубов оказалось только два бритвенных набора. А там, где шампунь-кондиционер, я еще помните, сказала, когда я снимала, обзор номера, сказала, что это шампунь, шампунь, два шампуня положить. Поняла? А гель для душ, понимая? Я не предполагаю, что один шампунь это шампунь, а второй шампунь это гель для душа. А где какой, вы уже разбирайтесь сами. Ну, либо у них все, много цифр. В общем, в чате у нас много там обсуждений идет. У кого не работает утюг, у кого там еще что-то. В общем, проблем много. Пока ни у кого ни одна проблема не решилась. Ну, посмотрим, что мы сейчас будем порадовать в обед. Вот. И на этом, я думаю, завершим мой это видео. Так, нашли главный ресторан. В этот раз здесь электрическая скрипка, электронная скрипка. Где-то я видела кого-то из наших. Сейчас хочу кого-то найти сначала, а потом уже покажу, где что по еде. Так, своих я нашла. Поехали. Салатики. Ну, вот такие вот овощи. разные хумусы, не хумусы. Вдолжение с этих салатиков. Оливки. Так. Мороженое. Вот мы все назад так говорили, что нет мороженого. Мороженое появилось. Появилось мороженое в обед. Вот. Что у нас здесь? Здесь у нас десертный стол. Вот такой вот. Дальше у нас здесь фрукты. Но, честно скажу, вот, не знаю, может, конечно, на ужин есть, но даже того же самого арбузика нет. А, между прочим, едите сейчас сезон манго. А манго здесь тоже нет. Пойдем смотреть горячее. Так. Белый рис. Запеканка из говядины. Но на русском языке есть надписи. Курица. Здесь у нас капса. Наверное, кот плов. Здесь, судя по всему, делают пасту. Суп. 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 Борщ есть. И ялла. Суп. Так. Пицца. Вот такая вот. слепо-булочные изделия. Здесь у нас рыбное филе. Я вижу. Здесь рыба-тунец. Но от нее непонятно, что уже осталось. Здесь, о, кальмары. Ура. У нас, допустим, у гриля. Это курица-гриль. Какие-то колбаски и картофель. Овощное сорти, картофельное пюре. Какие-то макарошки. Паста. Ну, в общем. Это я, честно говоря, не очень знаю, что это такое. Надписи здесь все есть. А что это я не знаю. Жареный картофель, кисло-сладкая рыба. Покажу вам. Вот такая вот. И там вот овощи. За Египет. Вот такой вот наборчик. Так левый комплект. Только рубашка. В общем, на этой позитивной обеденной ноте я ставлю жирную точку первой части выпуска. Думаю, жирную, да? Да. Ну, она еще такая не очень жирненькая. Но пока еще нет. Вот. Но мы увидим еще много всего. Там все поездки. Да. Первую часть точно завершаю. Короткого небольшого нашего первого впечатления. Вот. Мы сейчас бежим навстречу. Нам сейчас будет рассказывать много всего интересного про отели, про концепцию. Не знаю. Буду снимать, не буду. Если что-то засниму, то вы это увидите в следующем видео. А на этом я с вами прощаюсь. Пожелаю вам вам хорошего, крепчайшего здоровья и хорошего настроения. Как вы помните, хорошее настроение мы всегда задаем себе что-то сами. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок